Всем привет и добро пожаловать в фарминг симулятор 22. Похоже, что один из зрителей Джо Спина, а именно Радмик, решил начать петицию о начале петиций. Попытка хорошая. Ну а мы возвращаемся к ферме. В прошлом эпизоде у меня практически не осталось денег под конец, еще и кредит 300 тысяч у нас остался. А у меня в этом эпизоде есть кое-какие мысли, потому что я хочу сделать. И, конечно же, вы мне в этом помогли в комментариях. Так что первым делом, что я сделал, это взял 3 контракта на культивацию. Это был самый нормальный вариант на данный момент, чтобы поднять немного бобреца. Тем самым у нас уже 22 тысячи на счету. И мне кажется, этих денег должно хватить для того, чтобы реализовать первую задумку на этот ролик. Некоторых из вас бесит этот перевернутый пикап. Может вы не заметили, в какой именно серии он перевернулся, но я все помню. Так вот, вас бесит, что он здесь лежит. Я понимаю, я понимаю. Потому что машина не используется, вы говорите продайте ее. Но я не вижу в этом смысла, потому что пикап мне очень дорог. Он очень сильно мне помогал в начале игры. Потому что, если вы помните, мы тюки огромным количеством на нем перевозили. И мне просто не хочется его продавать. Мне хочется его увековечить. Поэтому я решил построить для него целый пьедестал. К сожалению, в этой игре без модов сильно в декорацию ты не можешь вдаться. Поэтому я просто сделал небольшой кружочек, поднял уровень земли и сгладил вверху. Засеял все травой и по периметру засадил все кустами. На которые, кстати, денег у меня таки не хватило, чтобы все до конца сделать красиво. Но этого пока что хватит. Ну и, конечно же, поместил пикапчик на этот пьедестал. Вот, теперь у нас в центре нашей базы есть памятник, что ли. И пикап с этих высот отлично видит всю нашу ферму. Ну, практически те два поля он так и не видит. Ну и как только я закончил это, я пошел поспал. Получил 8 тысяч. Этих денег мне точно хватит для того, чтобы закончить кольцо. И теперь это очень неровное, но красивое кольцо для нашего пикапа. Надеюсь, теперь он вас смущать и бесить не будет. После этого я занялся небольшой рутиной. Вы знаете, что я делаю. Знаете, повторяться не буду. Но следующая задумка, которую я хочу реализовать, это те как раз два поля, которые у нас простаивали. Потому что я не знал, что же с ними делать. Но для этого мне нужно было подождать до июля. Так вот, июль. Я арендую сейлку в надежде на то, что она еще и обрабатывает поле. И, собственно, можно сразу садить. Она типа и культивирует, и садит сразу. То есть мне не придется сразу ехать культиватором, а потом за этим ехать сейлкать. Я подумал, что я так ускорю процесс. Но, как и оказалось, нам не июля-то надо ждать. Нам нужно ждать сентября. Потому что в июле пшеницу собирают. Да, я собираюсь посадить пшеницу. И в июле пшеницу собирают, а в сентябре садят. И я лоханулся с этим и арендовал технику на два месяца раньше. Бывает, бывает. Но возвращать ее я не стал, потому что денег у нас не так много для того, чтобы туда-сюда аренду гонять. Я просто пошел поспать дважды. И вот сейчас, наконец, мы сможем все это сделать. Но нет, не этой сейлкой. Она, к сожалению, не культивирует. И мне нужно взять таки культиватор в аренду. Черт. Я решил не мелочиться. И взял самый большой культиватор, который был. Пока что в аренду. И вот они красивенькие, готовы для того, чтобы их засеяли. Подключаем сейлку. И так как я не знал, какой расход у нас идет семени для того, чтобы все это засадить. Я решил пока что засеять только одно поле. И если уже будет оставаться зерно, то засадить и на другую часть. И как оказалось, это очень экономно. Потому что на все это поле я потратил очень мало семян. Так что и второе поле мы тоже засеяли. И вот у нас два поля засеяны пшеницей. Но есть одно но. На нем растут сорняки. И его нужно прикатать. Некоторые из вас писали мне в комментариях, что лучше гербицидами не обрабатывать поле. Так как урожай будет меньше. И лучше все-таки по лольникам проходить. Ну и я решил прислушаться к вам. Хотя раньше и не замечал, что сильно садится урожай, когда гербицидом обрабатываешь. Но не суть. Суть в том, что когда ты обрабатываешь по лольникам поле. Только засаженное. Ты не видишь границ. Где это собственно происходит. Так что я решил просто нанять бота. И он-то не промахнется точно. А пока он это делал, я решил посмотреть в фильтрах, если у нас показатель именно вот этого, что нужно прополоть. Но к сожалению, там где сорняки, нам ничего не показывает. Так что пускай бот работает. И мне даже не пришлось его переставлять на другое поле. Он сам понял, что это поле тоже нужно обработать. И вот наши поля обработаны. И теперь сорняка на них не должно быть. Но их нужно еще удобрить. Благо у меня есть около 2000 удобрений. И этого должно хватить на наши два поля. Так что я арендую себе опрыскиватель. И обрабатываю наши поля. 449 литров у нас даже осталось. Но наши поля полностью обработаны. Конечно, нужно еще прикатать. Но этим я заниматься не хочу. Также в комментариях Паша Ходоковский упомянул одну очень интересную вещь. Про то, что когда-то очень давно я спрятал один большой кубик хлопка. Если вы не помните, в одних из первых эпизодов я обработал поле и не смог продать хлопок. И он и лежал у меня где-то на пункте продажи. И он почему-то там не продается. Так что я взял наш ман. Заправил его, потому что уже пора. Пора бы заправить ман. И поехал за этим хлопком. Спасибо Паше, что напомнил. И вот он наш хлопок. Он тут так и не продается. Целых 13 тысяч литров. Думаю, это немного поможет производству нашей одежды. Хотя мы сейчас и сильно не нуждаемся в сырье. И вот когда я пытался отсюда выехать, что-то произошло с прицепом. Ну, понятно, что произошло. Он зацепился, но как-то странно зацепился. Он не давал мне развернуть ман вперед. То есть, как только я пытался выровнять ман, он почему-то его раскорячивал. Ну, вы сами видите. Даже с суперсилой были кое-какие проблемы. Но в итоге я все-таки его вытащил, привез домой. И загрузил на одну из наших предель. И, конечно же, не забыл включить производство с хлопка. Потому что так бы он просто лежал там. Ну, идем спать. Для того, чтобы реализовать следующую цель на этот ролик, мне нужны были деньги. А сейчас самый реальный способ их получить, это продать одежду. Она продается у нас в апреле. Так что нам придется до апреля как-то дожить. Благодаря тому, что у нас есть две солнечные панели, в минус мы не уходим. Мы всегда идем в плюс, даже несмотря на то, что у нас кредит в 300 тысяч долларов. В этом же месяце я разбросал, наконец-то, последнюю травку, которая у нас осталась для овец. И мне, скорее всего, скоро придется где-то доставать ее. Ну, а перед апрелем у нас идет март, когда мы продаем весь мед. И после продажи меда мы, конечно же, идем спать. У нас апрель, время продавать одежду. А ее в этом году у нас 13 тысяч литров. То есть за целый год, в какой-то месяц, произвелось две коробки вместо одной. Это неплохо. Но вот у нас уже на счету есть 185 тысяч. И этих денег мне должно хватить для того, чтобы поставить курятник. Да, многие из вас писали, что мне пора поставить курятник. Стоит он 79 тысяч. Мы его поставили. И пока что я курей не закупаю, потому что кормить у меня пока их нечем. Поле с пшеницей еще не выросло, надо подождать. Ну, а Влад Медвед... Медвед 93. Порекомендовал мне поставить теплицы. Я знаю, что теплицы здесь не самый имбовый и интересный способ зарабатывать деньги. Но он отчасти пассивный, потому что здесь просто эти теплицы заправил водой. И они производят тебе денюжки. Правда, для того, чтобы они производили большое количество денюжек, нужно поставить огромное количество теплиц. Я же решил поставить всего шесть. Ну и, конечно, я выращивал здесь капусту. И все поставил на автопродажу. Потому что я не хочу еще мучиться с поддонами капусты. И, конечно, везти их недалеко. Их, по сути, можно продавать у меня же в закусочной. Но я просто не хотел эти лишние действия. Мне было достаточно того, что мне придется сюда привозить воду, ну, наверное, раз в сезон. Бочонки, кстати, у нас нету, поэтому мне пришлось ее арендовать. И оказывается, что вот эта цистерна на 32 тысячи литров заправила всего одну с половиной теплицу. То есть мне придется сейчас покататься конкретненько так туда-сюда, чтобы заправить их все. Но хорошо, что это делается всего раз в некоторое время. И даже, по сути, цистерну можно не покупать. Можно ее раз в год просто арендовать. Ну вот, я заправил все теплицы. Они готовы к тому, чтобы выращивать много капусты. Ну а мы идем в следующий месяц. И надо исправить одну небольшую проблемку. Курятник. Он все еще без кур. Нам нужна пшеница. А она будет аж в июле. Так что до этого времени нужно дожить. Вот, кстати, спустя пару месяцев небольшая статистика того, сколько мы получаем за продажу капусты. И в предыдущие месяцы я еще продавал мед. Мне кажется, оно учитывает как раз эту переменную. Жаль, что здесь нет отдельно просто капуста. Вот она столько продалось. Но вот в последний месяц июля я как раз не продавал никакой мед. И получается, капуста нам приносит 1300 с чем-то долларов. Это немного, но это пассив. Это плюс. Ну и пшеница наша уже выросла, да? И хорошо, что у нас имеются деньги, потому что нам сейчас нужно арендовать жатку. У нас, по сути, есть приблуда для комбайна для того, чтобы убирать кукурузу и подсолнухи. Но вот для того, чтобы обрабатывать пшеницу этим комбайном, у нас такой штуки нет. И покупать ее пока я не собираюсь. Я нашел самую большую дичь, которая у нас здесь на Джиндир. Арендовал ее. И так как я не арендовал еще прицеп для ее перевозки, я поехал просто Джиндиром. Подключил ее вот так вот. Занял 4 полосы на дороге. И поехал на свои поля. Да, некоторые машины были против того, что я вот так еду, но мне как-то пофиг, что они там думают. Кстати, при уборке пшеницы я вдруг вспомнил, что пшеница вроде как дает солому. Я включил в комбайне отдел для соломы, и у нас появилась небольшая полосочка соломы. А некоторые из комментаторов писали, что лучше всего кормить овец именно соломой. Они будут давать больше шерсти. Опять-таки, не знаю, насколько это правда, но раз мы можем это сделать, почему бы и нет. Ну и уборка поля началась. Да, комбайн забился очень быстро, и мне куда-то нужно это все сгрузить. 16 тысяч литров. Надеюсь, это все влезет в курятник. Боже, как же сложно попасть в этот курятник. Это пипец. Надо прям вот пиксель в пиксель попасть, чтобы эта труба начала выбрасывать это чертово зерно. Но я все-таки нашел эту точку, и оказывается, здесь всего 9 тысяч литров. Что делать с остальным зерном? Вопросик. Я посмотрел прицепы и решил, что супер дорогой мне сейчас брать нет смысла. Вот какой-то на 40 тысяч литров, думаю, будет в самый раз. Ну и решил нанять Наймита на пшеницу, а сам отправился за прицепом, для того, чтобы немножечко разгрузить комбайн. И, кстати, с моим уровнем сложности, комбайн может сгружать, по сути, зерно только, когда он едет в одну сторону. Потому что, если я буду по другой стороне ехать, там, где посажено, я буду уничтожать урожай колесами. Также я подумал, что, а почему бы сейчас же и не потюковать всю эту солому. И пока бот там работает с комбайном, я работал с тюковщиком. Потому что боты, к сожалению, с этим работать не умеют. И вот у нас уже последняя полосочка. Комбайн у нас заполнен на 10 тысяч литров. И прицеп у нас тоже полностью забит. 40 тысяч литров. То есть у нас еще 50 тысяч литров сверху осталось зерна. Помимо того, что мы полностью забили курятник. Неплохой результат. Не знаю, насколько этого хватит. Надеюсь, на год хватит. Там будет видно. Зерно я сразу отвез ближе к курятнику. Потому что все равно мы здесь его будем сгружать. Пускай оно здесь и стоит. Ну и также я арендовал прицеп для вот этих квадратных тюков. Чтобы не перевозить их на низкорамнике. Я так не хочу. Вот. Ну и по дороге заправили трактор. Потому что, ну пора уже тоже, да, заправить трактор. И у нас почти получилось ровно два прицепа тюков соломой. Один полный и один чуть-чуть не полный. Как раз на наши два загона с опциями. Ну и так как наш комбайн конкретно так поработал. И не только в этом сезоне, но и в прошлом тоже. Я его забыл в прошлый раз помыть. Просто хотел и забыл. Так что решил помыть сейчас. Краска на нем, прям видно, уже пострадала немножечко. Но ничего страшного. Перекрашивать их дорого. Я пока этим заниматься не хочу. У меня еще не такой доход. Чтобы это делать себе не в убыток. Вот. И наш комбайн отправляется на парковочку вместе с зерном. Потому что мне некуда его пока что девать. Ну и конечно наш трактор я тоже помыл. Продал немного меда. Для того чтобы у нас было чуть больше денег. Потому что самое время закупать курочек. Их можно покупать максимум по 60 штук. Курятник влазит 360. Но к сожалению денег у меня хватило всего на 180. Но давайте посмотрим что мы таки успели сделать. В первую очередь мы делали офигенный пьедестал для нашей машины. Ну офигенный потом это по моим критериям. Не знаю как по вашим. Но теперь я надеюсь вы не будете придираться сильно к этому транспорту. Почему он у меня и зачем он нужен. Он это украшение. Также мы решили что делать с нашими полями. Также благодаря этому у нас есть солома. Которой можно накормить наших овец. Мне кажется это просто офигенно. Потому что двумя этими полями мы кормим все что у нас есть пока что. Не забываем также про теплицы. Которые у нас появились. Но у нас все так же 300 тысяч кредитов. И наверное об этом мы будем уже заботиться в следующем видео. Ну и спасибо что досмотрел до конца. Увидимся в следующем видео. Пока.